здравствуйте друзья у нас постоянно поступают вопросы о операциях портнов компьютер school как все устроено и так далее и я на самом деле стараюсь не злоупотреблять потому что я понимаю что много народу которым совершенно не интересна школа они так больше за жизнь за америку там еще за что интересуется но так уже раз спрашивают то я иногда к этой тематике возвращать значит вопрос такой был почему разное такое отношение вот к людям которые приезжают фултам из разных мест и тем которые местные вот местные как бы о них больше заботиться да получается что вот он должен сдать тест а если он тест не сдал то его не берут мы мы действительно каждого третьего отсеиваем и значит а вот люди которые издалека значит они вот тестов не берут они могут приехать а дальше выяснится что они не тянут и вот как как с этим быть значит во первых они сдают этот тест тоже этот же самый тест сдают его по прибытии то есть их не отсортирует на основании теста но во всяком случае галочку поставят и скажут видишь вот это давай через недельку еще сдашь и там через недельку еще сдашь и они в итоге его сдают просто может быть не сразу следующий момент состоит в том что мы сейчас немножко строже подходим к тестам и из десяти возможных мы берем только тех у кого 9 или 10 но довольно много лет мы брали тех у кого и 7 и 8 тоже то есть и 7 и 8 это не запретительно и я хочу сказать что если собирается вот такая группа из 30 человек и мы даем этот тест то меньше чем 7 например это редчайший случай но но может быть два человека в группе но но такого плана то есть на самом деле они хорошо подкованы человек мало подкованный он как бы не решается такое предприятие тоже становится не предприятие авантюра какая-то следующий момент состоит в том что прежде чем они к нам попадают они должны пройти интервью в skype со мной лично поэтому не так просто я тоже процентов наверно 20-25 людей которые значит хотели бы к нам попасть я их отсеиваю на этом интервью в основном я их отсеиваю по таким признакам как ну в первую очередь английский второе знаете как вот face control такой ну ну я не знаю но допустим если человек всю жизнь работал ну скажи ему 40 лет и он всю жизнь работал я не знаю там на тракторе в колхозе ну так такой экстремальный пример то всякое конечно бывает но скорее всего у него и вид такой и и манера поведения и речь и так далее что но вот как бы он не вписывается совсем вот в мое видение того что можно сделать с этим человеком это не значит что он реально не может но но это значит что я на себя не хочу ответственность такую брать пойти чтобы не получилось что я могу давая потом мы не можем ничего сделать поэтому вот такой face control тоже присутствует я я хочу понять какие у них ожидания я хочу увидеть что они не ожидают чего-то такого чего я не в состоянии например сделать потому что я что-то могу а что-то не могу вот поэтому так такого плана разговор у нас происходит и я оцениваю я достаточно как бы долго этим занимаюсь и тысячи людей тысячи многие тысячи через меня прошли поэтому я дать я довольно точно могу сказать что с человеком будет если с ним пару минут поговорю вот особенно живьем я должен видеть его то есть как бы у меня рука уже набита не значит я не могу ошибиться бывают иногда очень радостные бывают ошибки потому что думаешь не не получится ничего но как вцепится и думаешь ну ладно там под твою ответственность а он проскакивает и вообще всяко бывает бывает наоборот значит таким образом я хочу сказать что те которые приезжают из других городов других штатов у нас на самом деле гораздо более внимательное отношение к ним потому что те которые тут живут они и так что там они дома а в этих дополнительный расход помимо того что тьюишин так они же еще жить тут должны и так далее мы на самом деле гораздо аккуратнее отбираем те кто так приезжать теперь что еще сказать уровень мотивации у этих людей которые вот full time которые приезжают из других штатов несоизмеримо выше чем у местных и местные бывают очень мотивированные 2 девчонки там муж программистом по рабочей визе она там 567 лет не могла работать там деточку родила может быть двоих и и сучит руками ногами хочет на работу как я не знаю что есть очень мотивированные но все таки вот представьте себе что к этому она еще и собрала манатки и поехала в другой штат и живет там в четвером там или втроем ван бедроме спит на матрасе там надувном эти для того чтобы по жизни прорваться это совершенно другой уровень мотивации поэтому если мотивация есть все остальное приложится но ну конечно какой-то начальный уровень должен присутствовать должен быть пользователь вот если человек не пользователь мы мы вряд ли что-то сможем сделать вот в те там не знаю 5-6 месяцев которые у нас есть на курсы на практику после курса вот наверное такая история да еще вот тут молодой чек спрашивал он наш наткнулся на веб-сайт лос-алто софтвер тестинг хаузом и что это вот зачем вам этот веб-сайт значит давайте немножко в историю вернуть это был конец девяносто пятого года мы со светланой только-только приобрели дом в лос-алтос который потом перестроили из которого два года назад уехали в цене вы значит мы только-только его купили и уже три года как уехали и такой был домик я знаю там три спаленки значит там два туалетика хорошим и мы тогда оба работали как контракторами там на постоянке иногда до контрактов светлана она убежденный консультант так она отработала ей в каком-то месте говорят давайте мы будем платить вам не как сотруднику наемному а будем вам платить как корпорации давайте вы пойдите сделаете корпорацию мы будем платить на корпорацию называется корп ту корп ну нам как-то не очень хотелось делать корпорацию тем более что была знакомая девочка из индии и через нее платили там за минимальный процент незначительный и тут проходит месяц и мне говорят давайте мы вас возьмем значит на корп ту корп я говорю ну если уже такое дело что мы оба короб ту корп тогда сделаем свою корпорацию ну хорошо пошли регистрировать корпорацию а надо же какой-то адрес у нас же офиса нет ничего нет но сделали на домашний адрес корпорацию надо назвать как-то ну как назвать корпорацию ну она тестирует software да я тестирую света тестирует мы оба тестируем мы не имели ввиду что эта корпорация когда бы то ни было будет иметь какие-то масштабы больше, чем мы вдвоем. Это просто вынужденная мера была. Ну, и мы ее назвали Лос-Алтос. Мы жили в Лос-Алтосе. Софтфорд Тестинг Хаус, потому что зарегистрирована на домашний адрес. Вот так она пошла. Лос-Алтос Софтфорд Тестинг Хаус. Поскольку название получилось длинным, то мы иногда его сокращаем до аббревиатуры. Л-А-С-Т-Х. Дело в том, что, когда контракты всякие составляются, там говорят, такая-то организация в дальнейшем по контракту именуя моя. И вот идет какая-то аббревиатура. То есть, никто никогда нигде не пользуется полным именем, кроме как, вот там, я не знаю, на бланке там какого-нибудь письма. В общем, значит, Лос-Алтос Софтфорд Тестинг Хаус, там все дела. А в это время примерно значит, школа пошла. И был вопрос тоже, вот когда студент деньги платит, его куда-то ждить надо, не класть же на свой личный счет. А у нас уже корпорация есть. Ну, да, на корпоративный. Потом, масштабы, как бы, нашей активности росли. И мы где-то в 98-м, 9-м, 2000-м годах очень много привозили людей из разных стран. Но это все были наши соотечественники. Там кто из Израиля, кто из Австралии, из России, Украины, много было в Беларуси. В общем, приезжали программисты, мы делали рабочие визы. Я помню, был момент, по-моему, это был 2000-й год, когда мы встречали 2000-й год, новый, или 2001-й, боюсь соврать. Значит, 2001-й. У нас была партия новогодняя, было 80 человек. Вот, значит, то есть мы так разрослись в тот момент. И школа была большая. Тогда классы еще маленькие были. Поэтому педагогов, например, фулл-тайм, было человек 7 или 8, просто на постоянной работе. В общем, такая была большая, большая, чем сейчас, организация. И в какой-то момент, это было года 3 назад, наверное, с точки зрения отчетности, которой мы облагаемся все время, там, со стороны государственных организаций, с точки зрения отчетности, надо было разделить, там, разные виды деятельности. И мы сделали еще одну корпорацию, которая, как сказать, мы не хотели, чтобы было двери, чтобы как-то вот было ясно, что двери или там чего-то. Это была та же самая организация, но вот как бы внутренне, так сказать, переструктурирована. Поэтому новую корпорацию назвали просто аббревиатурой. То есть вот есть компания Los Altos Software Testing House. Я сейчас до офиса доеду, я вам покажу. Это не секретная вещь. Она у нас на двери написана. Вот всякий человек, который в офис заходит, он видит на двери и в этом самом, в билдинге, в котором мы находимся, там и так далее. Это все на веб-сайтах, но это все да есть. Это никто не скрывает. Значит, так вот, когда школа, значит, когда мы ее регистрировали и лицензии всякие получали, это было в 96-м году или 7-м, 6-й, 7-й, не помню. В общем, надо было как-то название какое-то, потому что школа, которая называется Los Altos Software Testing House, это какая-то странная школа. И назвали ее Портнов Компьютер Скул. Но ты же не можешь говорить Портнов Компьютер Скул, будучи какой-то организацией Los Altos Software Testing House. Есть такая процедура, ты регистрируешь такое имя. Называется DBA Doing Business As Los Altos Software Testing House, DBA Doing Business As Портнов Компьютер Скул. То есть, когда вы хотите какие-то операции одной и той же организации развести под разные названия, значит, вы регистрируете. Это надо регистрировать, это не то, что так от балды. Вот. Вы регистрируете этот самый DBA, и значит, вот. Поэтому так и пошло одна и та же организация, одна и та же корпоративная структура. Los Altos Software Testing House. Моя официальная должность, я президент, я CEO и founder, и президент компании Los Altos Software Testing House. Портнов Компьютер Скул, это просто интерфейс Los Altos Software Testing House, когда мы занимаемся обучением. Например, когда мы официальную переписку ведем со штатом Калифорния, там, где у нас школы лицензируются, то мы там всюду идем, как Портнов Компьютер Скул, или там где-нибудь в скобочках там Los Altos Software Testing House, DBA, Портнов Компьютер Скул, это абсолютно все официальные названия, всюду зарегистрировано, там и так далее. Мы не станем что-то по этой части ловчить нам и незачем совершенно. Вот. Такая примерно история. да, сейчас есть как бы две вот эти корпорации, одна реально ведет операции и имеет какой-то такой интерфейс в виде нескольких веб-сайтов. Сайт Los Altos Testing House, сайт Портнов Компьютер Скул, и другая, которая аббревиатурой LSTH Inc, она просто существует и как бы является, ну как бы департаментом таким, через который проходят какие-то потоки там бизнеса. Значит, какие потоки бизнеса? Мы довольно много проектов тестируем, помимо того, что у нас вот есть Портнов Компьютер Скул, который там где учат, есть Testing House, через который идут проекты, которые мы тестируем. И все, что мы в школе с ребятами тестируем, это живые проекты, которые даны Testing House с тем, чтобы мы с ребятами ими занимались, то есть мы как бы уполномочены там и так далее. У нас есть сейчас, например, три проекта в школе, где мы тестируем для разных компаний. Приходят менеджеры этих компаний или там сотрудники со студентами там что-то разбирают. У нас есть свой сотрудник фулл-тайм в Testing House, который ведет эти проекты с ними. То есть в то время, когда отсутствует представитель компании, мы с ними работаем. Соответственно, если они заплатят денежку какую-то, они зачастую платят какую-то денежку, эта денежка не идет на портнов в Computer School, она идет на Testing House, и мы с Testing House это раздаем студентам, значит, то есть они как бы получают эту денежку. Плюс, иногда бывает, я рассказывал раньше, что компании могут сказать, знаешь, что мы взяли бы практикантов, но мы не хотим брать их на свой баланс, и мы не хотим пропускать через вендоров, потому что вендоры очень много берут. Давайте мы пропустим через Testing House, через ваш, и вы тогда меньше с нас возьмете. Я об этом раньше рассказывал, но это не будет через портнов в Computer School, это будет через Testing House. Поэтому таких тоже за год набирается, я не знаю, там несколько десятков. Поэтому получается такая история, что все наши студенты, пока они учатся, и потом тоже бывает после того, как отучатся, скажем, на internship идут, они участвуют в проектах Los Alta Software Testing House. И когда встает вопрос о том, например, резюме мы делаем, стоит вопрос о том, как это оформить, как записать. Я могу написать, что он в школе тестировал, но это неправда, потому что в школе дали этот проект со стороны какой-то организации, это же не просто вот тебе догадает, вот наш сайт потестирую, там дают доступ на бэкэнд, понимаете, там какие-то есть пассворт протекты, какие-то вещи, доступ там не знаю, к новым релизам, доступ к бактрекинг-системам и так далее. То есть там целый сетап такой к этому присобачен. Поэтому если мы хотим в резюме поставить проект, а резюме это не анкета в КГБ, резюме это рекламная брошюра, которая говорит давай поговорим, потому что если с тобой не поговорят, то тебя точно на работу не возьмут, а если с тобой поговорят, то дальше, значит, если ты подошел, тебя и возьмут. То есть ты хоть что в резюме напиши, но если надо же интервью пройти, это же не то, что тебя за резюме берут. Вот, это как бы наивно очень. Значит, надо соответствовать. Опасно в резюме лишнее отписать, понимаете? Потому что не потянешь, не пройдешь, там это опасно, скажем, вот с резюме на 30 долларов опасно просить 40 или 50, тебя просто не возьмут. Ну там свои подводные камни. Вот, поэтому мы можем, например, написать какие-то проекты, которые мы решим включить в резюме. Там какие-то не включить, зависит от человека, от того, что он раньше делал. То есть кому-то это не нужно, кому-то наоборот нужно. И так далее. Поэтому мы в резюме так можем написать такое. И у нас многие люди в проектах участвуют достаточно долго. Например, вот у нас сейчас есть женщина, которая недавно приехала. Она воссоединялась по семейным каким-то проектам, не знаю, есть там семейная эмиграция. В общем, они воссоединялись и они знали о том, что приедут еще давно. И вот я помню, она у меня училась в онлайновом классе, в самом-самом первом онлайновом классе, который мы когда-то делали в мае 2011 года. Ровно четыре года назад мы начали там в мае месяце. И вот она у меня там была. А сейчас она приехала сюда. Наконец-то она уже добралась до Америки. Они пожили год где-то в другом штате. И вот она сейчас приехала, перевелась на этот самый, ну как сказать, на очный, на кемпус. И уже пошла на интерншип в компанию, в хорошее. И почему я рассказываю? К тому, что она все это время участвовала в проектах. Понимаете? То есть люди, которые в онлайне у нас сидят, у нас в онлайном классе, вот например, сейчас, который идет, менеджер из компании ведет проект, вот она приходит в класс в онлайновой и ведет с ними проект. И у них, соответственно, доступ там ко всем, ну, ко всему тому, что у них было бы, если бы они работали в этой компании. Это все, абсолютно все по-серьезному. Там без дураков. Поэтому из них требуют как следует. То есть, они должны тоже соответствовать. Я бы, конечно, может быть, хотел, чтобы они больше соответствовали, но во всяком случае это не игрушки. Там все, все по-серьезному. и вот, соответственно, так вот работает. Так работает. Я хочу сказать, что я хочу сказать, что система довольно накрученная. То есть, там очень много элементов. Она 20 лет строилась. И очень сложно понять со стороны. и я думаю, что если человек смотрит для себя, например, насколько ему вот это комфортабельно, вот это все, значит, как правило, это люди, которые к нам приходят по рекомендации других людей. Вот я начинал группу на днях, когда это было. Одно я начинал во вторник вечером. Там было 22 человека. я спросил, кто вот с луны свалился, кто не знает никого, а просто там на интернете наивный человек вот почитал, думает, что все это правда. Вот кто? Там, значит, что такое возможно? Потому что обычный человек думает, это too good to be true, да? там было два человека из 22, что обычно. 10% это как раз вот такой процент стрейнджеров. Потом был, с утра начиналась новая группа. И тоже я, поскольку всегда первый урок веду, там было человек 35. И я говорю, кто вот, да, начал выяснять, ни одного, ни одного человека со стороны. 35 человек, которые пришли, потому что знают людей, которые через это прошли, которые хотят этого, хотят вот этого опыта, хотят вот, вот этого хотят. Понимаете? Если бы они еще заниматься, рвались, я бы вообще, я не знаю, до потолка бы скакал, но последние пару групп неплохо занимаются. Я должен сказать, что мы довольны. Вот. А сейчас мы какие-то драконовские меры начинаем принимать, такие запугивающие, что там два теста не сдал, значит, там на вылет и так далее. Но, конечно, мы не хотим их на вылет. Мы хотим просто, чтобы они хорошо занимались. И чтобы не стыдно было их на интервью посылать там и так далее. Поэтому, ну, давайте я сейчас из машины выберусь, покажу вам нашу входную дверь. Я ее столько раз показывал, что мне даже в голову не приходилось, что это может быть там для кого-то сюрпризом. давайте покажу. Ну, давайте прямо до двери начнем. Заходим мы в билдинг. Вот тут табличка, смотрите. Вот. Так. Пошли дальше. Идем по коридору, подходим к двери. Вот написано на двери вся секретная информация про нас. Прямо тут на двери. Секрет знали все. ... ... ...